Глава 4. Подзаголовок 3. Проблема беженцев в кавычках. В чем ее суть и откуда она взялась? Ясно, что каким бы ни было негодование арабских лидеров в связи с потерей территорий в 1967 году, сама по себе эта потеря не могла быть причиной конфликта, который начался значительно раньше. Если не потеря территории, то может быть причиной арабско-израильского конфликта были палестинские беженцы. Действительно, до 1967 года именно проблема беженцев в кавычках была постоянным рефреном арабского хора, декларирующего свою ненависть к Израилю. Но в 1948 году, когда арабские армии начали войну на уничтожение только что образованного еврейского государства, этой проблемы еще не существовало. В тот самый день, когда армии пяти арабских стран вторглись на территорию Эр-Цесраэль, генеральный секретарь Лиги Арабских Государств Азам Паха заявил, «Это будет война на истребление, это будет грандиозное избиение, о котором станут говорить так же, как говорят о вторжении монголов и о крестовых походах». В Хайфе, Тверии и некоторых других населенных пунктах евреи уговаривали своих арабских соседей оставаться на местах и не поддаваться панике. Эти попытки отражены в документах британской администрации и засвидетельствованы западными журналистами. В некоторых других местах арабские жители покинули свои дома при приближении Цахала, однако бегство подавляющего большинства арабов нельзя представить как результат насильственной депортации. Между тем, именно арабские правительства призывали палестинских арабов покинуть свои города и деревни с тем, чтобы обеспечить полную свободу действий победоносным армиям, вторгшимся на территорию Израиля. Это не мешает арабской пропаганде муссировать лживую версию, согласно которой полмиллиона арабов были изгнаны Израилем из своих домов в ходе войны за независимость. Со временем эта версия была усвоена общественным мнением Запада, Однако сразу же после войны 1948 года арабские деятели весьма откровенно высказывались о причинах, вызвавших появление проблемы палестинских беженцев. Так, например, в феврале 1949 года иорданская газета «Фолостын» писала, Арабские государства призывали палестинских арабов покинуть свои дома, чтобы не оказаться под ударами наступавших арабских армий. В июне 1951 года выходящая в Нью-Йорке ливанская газета «Аль-Хода» свидетельствовала. Генеральный секретарь Лиги Арабских государств Азам Паха убеждал арабов в том, что оккупация Палестины и Тель-Авива будет не сложнее военной прогулки. «Арабам Палестины был дан братский совет покинуть свою землю, свои дома, оставить свою собственность и на время поселиться в соседних странах, чтобы огонь вторгающихся арабских армий не задел их случайно». Конец цитаты. В 1959 году иорданская ежедневная газета «Аль-Дифаа» опубликовала свидетельство одного из беженцев. Арабские правительства сказали нам, «Уйдите, чтобы мы могли войти. Мы ушли, но они не вошли». И даже в 1963 году Каирская газета «Ахбар-оль-Пум» смогла написать следующее. Наступило 15 мая. В тот день муфтий Иерусалима призвал арабов Палестины покинуть свою страну, поскольку арабские армии готовы были вторгнуться и развернуть на территории страны широкомасштабные боевые действия. Конец цитаты. Арабские лидеры предпочли забыть эту главу истории Ближнего Востока. Более того, они переписали в кавычках ее заново таким образом, чтобы снять с себя ответственность за появление проблемы беженцев и переложить вину на Израиль. В данном случае, так же, как и в случае с территориями, занятыми Израилем в 1967 году, арабская пропаганда представляет следствие войны в качестве ее причины. Но этот подлог мог обеспечить агрессивной арабской риторике необходимый нравственный вес только в том случае, если беженцы будут вечно оставаться беженцами, несчастными, обделенными, бесприютными. Люди, не сведущие в истории Ближнего Востока, бывают поражены, узнав, что ООП и некоторые арабские правительства целенаправленно чинят препятствия палестинцам, желающим покинуть лагеря беженцев. Для ООП обитатели лагерей всегда представляли собой золотоносную жилу, как в плане пропагандистских возможностей, так и в качестве неистащимого резервара для рекрутирования новых бойцов. В случае необходимости ООП не останавливалась перед применением силы для того, чтобы сохранить лагеря нетронутыми, а проблему беженцев нерешенной. К сожалению, западная пресса не уделяет достаточного внимания этим циничным манипуляциям. Упорный отказ арабских правителей решить проблему беженцев имеет трагические последствия для многих тысяч людей. Это особенно возмутительно, учитывая, что решение данной проблемы было и остается вовсе не сложным. Более 50 миллионов человек оказались на положении беженцев после Второй мировой войны в разных концах света, и почти все они были благополучно обустроены на новых местах. Даже Израиль, население которого составляло в 1948 году всего 650 тысяч человек, и экономика которого была перегружена непосильным военным бременем, сумел успешно абсорбировать 800 тысяч еврейских беженцев из арабских стран. Израиль, разумеется, не запирал новоприбывших в лагерях беженцев. Напротив, было сделано все возможное для того, чтобы обеспечить их скорейшую интеграцию в израильском обществе. Тот факт, что 50 миллионов арабов, совокупное население арабских стран в 1948 году, не смогли абсорбировать 650 тысяч палестинских беженцев, несмотря на огромные доходы от торговли нефтью, является красноречивым доказательством циничного намерения использовать этих беженцев в качестве козырной политической карты. Арабским режимам было нужно, чтобы беженцы превратились в символ и инструмент борьбы против Израиля. Как заметил доктор Ильфан Рис, консультант по делам беженцев при Всемирном Совете Церквей, проблема арабских беженцев является самой простой из всех проблем, связанных с появлением беженцев в результате той или иной войны. По вере, языку, национальности и социальной организации арабские беженцы ничем не отличаются от своих собратьев в тех странах, которые их приняли. Действительно, после 1948 года иностранные специалисты, стремившиеся решить проблему палестинских беженцев, подчеркивали, что интеграция этих беженцев в арабских странах могла бы стать легкой и естественной. Так, комиссия Конгресса США, посланная в 1953 году для изучения положения палестинских беженцев, докладывала, Со статусом беженцев как особой группы населения, находящейся под опекой ООН, необходимо покончить как можно скорее. Нашей целью должно стать скорейшее превращение беженцев в полноценных граждан арабских стран. В исследовательском отчете британского института Chapman House за 1949 год отмечалось, что при международной финансовой поддержке подавляющее большинство арабских беженцев может быть абсорбировано в Ираке и Сирии, поскольку в обеих этих странах имеются миллионы акров необработанной земли, годной для ведения сельского хозяйства. А в 1951 году исследователи Консультативного совета по вопросам международного развития заключили, что всех арабских беженцев вполне может принять один только Ирак. И все же реальные условия, о которых говорил доктор Риз, оказались сильнее последовательной арабской политики, направленной на предотвращение гуманного решения проблемы беженцев. Со временем многие палестинские беженцы интегрировались в систему экономических и социальных отношений в тех арабских странах, где они нашли негостеприимный приют после войны за независимость. Большинство беженцев живет в собственных домах, многие из них являются полноправными гражданами Виордании. Сходным образом и большинство арабов в Иудее и Самарии также не являются бездомными беженцами. Они имеют иорданское гражданство и живут в тех самых домах, в которых они жили до основания Израиля. Число действительных беженцев, живущих под израильской юрисдикцией, не превышает 500 тысяч человек. Некоторые из них живут в Иудее и Самарии, но большинство в Газе. При этом большинство жителей сектора Газы не являются беженцами. Все попытки Израиля закрыть лагеря беженцев и обустроить их жителей наталкивались на упорное противодействие ООП и арабского мира. Серьезная проблема, связанная с подлинным лицом палестинской бездомности, в кавычках, возникла сразу же после войны в Персидском заливе, когда Кувейт депортировал сотни тысяч палестинцев в отместку за содействие Саддаму Хусейну. Более 300 тысяч кувейтцев палестинского происхождения были изгнаны из страны. То было самое крупное насильственное переселение палестинских арабов. Почти все они отправили с Виорданию, которая приняла их как своих граждан. И если подобное число палестинцев остается на положении беженцев в Иудее, Самарии и Газии, то это потому, что политическое давление со стороны арабского мира и террор ООП препятствуют их социальной интеграции. Тем не менее, проблема беженцев по-прежнему остается пропагандистским оружием арабов в их борьбе против Израиля. Продолжение следует...